Есть одна вселенская мудрость, если человека зовут Урмат, то он прекрасен, ну, по крайней мере, все Урматы так думают, и я уверен, что Урмат Барсакадов финалист проекта, ты супер, со мной полностью согласен, доброе утро, как дела к настроению? Здравствуйте, доброе утро, настроение супер просто. Настроение супер, это хорошо. Урмат, скажи, пожалуйста, ты замечательно поешь, мы посмотрели видео два года назад, мы тоже за тебя болели, голосовали, вставили там, делали репосты, я думаю, что так или иначе, я, по крайней мере, надеюсь, что все действия всех кыргызстанцев, которые принимали участие в этом, ну, помогли тебе добраться до финала. Не совсем так, но я дошел до четверть финала, а после меня пригласили в качестве гостя на финал, там, дело в том, что этот проект был международный, а на международном конкурсе вызывали детей в качестве гостя только со стран СНГ, они не могли просто вызвать со страны, которые, тех ребят, которые живут там, ближе, они должны были позвать тех, кто живет подальше и по нации в другое. Но, в любом случае, я могу сказать, Урмат, что, скажем, ты достойно выступил, я уверен, что вся страна и все кыргызстанцы, все телезрители, все те, кто смотрели либо онлайн, либо после, ну, горды за тебя, вот, лично я рад тому, что в Кыргызстане с каждым годом становится все больше людей, за которых действительно вот можно переживать. В этом году, допустим, такие же эмоции нам подарила сборная Кыргызстана, мне кажется, ты тоже смотрел. Да, да, я тоже смотрел, да. Ну, вот, возвращаясь к твоему выступлению, достаточно уверенно ты выступала и песню выбрал достаточно такую взрослую, скажи, пожалуйста, откуда в тебе столько вот артистизма, уверенности, как так получилось, что ты вышел и так держал себя на сцене? Я пою с шести лет, я раньше жил в детской деревне, это такая, там я выступал с шести лет, в каждое мероприятие, типа, я не знал, что у меня талант, мне сказали, меня ввели туда, и однажды меня даже в музыкальную школу отвезли, я на пианино играл, я пел с первого класса во всех мероприятиях школы. То есть практика есть? Да. Я опытный уже как-то. Понятно. Ну, было трудно выступать за границей, забитый зал, раньше такого не видел, да, забитым залом нигде у меня в жизни не было, и появилось только в первом туре проекта «Ты супер». Ну, согласись, согласись, ты приходишь в зал, ты начинаешь выступать, и все зрители поддерживают тебя. Пускай они до этого с тобой не были знакомы, пускай они не знали, кто такой Урмат Барсаканов, но все-таки вот первые ноты, они понимают, что этот человек не со стороны, его взяли не просто так. И они начинают, ну, какую-то отдачу делать. Вот в этот момент появляется уверенность? Вот ты волновался сильно, боялся, и тут, ну, вот начинает хлопать, либо зал замирает. Ну, это очень большая поддержка, да. Да, я, если честно сказать, я не замечал, что там творится с залом, у меня была только одна цель, это пройти следующий тур, и меня совсем не волновало, что там зрители, меня волновало, что там жюри скажут. Ну, жюри тебе, между прочим, из четырех троя тебе сказали «да», я думаю, это достаточно, да, хороший результат в первом туре. Мы знаем, что еще ты выступал в Кремле. Да. Это очень статусно, я так думаю. Если ты выступал в Кремле, то везде у тебя вообще зеленый свет, ты можешь не волноваться, я говорю именно в плане этого. Расскажи нам вообще, выступал ты вместе с группой M-Band, как произошел такой союз? В финале каждый участник должен был выступить с какой-либо звездой. Каждому из финалистов, каждый финалист выступал с какой-нибудь звездой с этой эстрадной России. А вот? Я выступил с группой M-Band, но не в качестве финалиста, а в качестве гостя, да. Все было так круто, я даже сильно волновался, когда выходил. Эта сцена просто большая, сильно большая. А ты сам захотел выступать с группой M-Band или тебе предложили? Мне предлагали Алексеева, предлагали. Ну ты исполнял его песни, между прочим, «Туманы», правильно? Макс Барских? А, ты Макс Барских песен, да, исполнил. А предлагали тебе Алексеева? Алексеева, M-Band, еще кого уже? Дима Билана. Я сам хотел с Димой Биланом спеть, но так как он, этот, жюри «Голос», проекта «Голос», его не смогли добавить к нам, да? Понятно, но это уже, я так понимаю, что конфликт интересов, это больше уже работа юристов, больше работа чиновников. Но было бы интересно посмотреть на дуэт тебя, на твой дуэт и, допустим, Димы Билан. Скажи, пожалуйста, вот ты поешь с шести лет, по твоим словам. До двенадцати лет, скажем, ты готовился. Ну, если сейчас смотреть на это, то получается, что все, что было до этого момента, это была подготовка. Да, к этому конкурсу, это супер. Потом ты выступил, стал известным. Можешь ли ты говорить о том, что ты стал известным? Нет, я не люблю там хвастаться и говорить всем, что... Ну, узнают на улице люди. Ну, честно. Иногда. Иногда, хорошо. Но жизнь, вот она как-нибудь же поменялась у тебя? Не только с точки зрения узнаваемости, в первую очередь уверенность в себе. Да, я раньше не хотел быть певцом, а после проекта я очень изменился. Мне захотелось петь. Ну, много профессий я хотел. В садике я однажды сказал, хочу стать строителем. В школе сказал, швеей. А после я хотел стать футболистом, борцом. Но после проекта она изменила мне жизнь. Я захотел петь. И все, кто мне родной, они все поддерживали и говорили, что ты должен стать певцом. Ну, знаешь, я тебе больше скажу, могу, по крайней мере, сказать, что карьера певческая, вокально, она не мешает тому, чтобы быть хорошим сумоистом, чтобы быть хорошим строителем. То есть, действительно, творческую работу можно совмещать с чем угодно. Да. И есть тысячи примеров, как и в нашей эстраде, так и на постсоветском пространстве, так и в мировой, скажем так. В мировом масштабе есть тысячи примеров, когда люди пели, танцевали и при этом становились профессионалами и в другой области. Поэтому я думаю, что у тебя все получится, и станешь хорошим греко-римским борцом, и при этом будешь брать самые высокие октавы. Скажи, какие у тебя планы в творческом плане? Я вот поставил себе цель выступить дуэтом с Мирбеком Атабековым. Я уважаю его творчество. Он, не знаю, как другие, как кажется другим, но для меня Мирбек Атабеков самый лучший певец Кыргызстана. Ну, я тебе больше могу сказать, что ты можешь обратиться к его супруге, а потом уже, чтобы она передала Мирбеку. Поэтому вот тебе камера и меня обращай. Здравствуйте, Мирмеджи. Я хочу спеть с вашим мужем дуэтом. Я уважаю его творчество. Я люблю все его песни, знаю всех. И кроме его песен я в школе или в любой мероприятии не пою. Но если только на русском, я пою других певцов. Но если на кыргызском, только его песни. Я хочу у вас спросить Мирбека Атабекова хоть на час, чтобы он спел со мной дуэтом. Отлично. Мирбек, Мирим, если вы нас слышите, если вы нас видите, если нет, то мы отправим в ватсайпе где-нибудь. Ваше обращение. Просим вас посодействовать. У нас в гостях был финалист проекта «Ты супер» Урмат Персаканов. Вам большое спасибо, Урмат. Спасибо. Мы надеемся и мы уверены, что ваше желание, ваша мечта станет реальностью. Всполнится. Поэтому не расстраивайтесь. Дамы и господа, Утралай продолжится в скором времени. Никуда не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...